Всем привет, мои дорогие! Соскучились по мне, да? Сегодня у нас 29 сентября. Наверное, все уже приехали с отпусков своих. Я тоже отдыхала целый месяц практически. Я была на своей родине в Павлодаре 10 дней. Я заезжала на Байкал в Улан-Удэ. И сегодня у нас по плану снова выезд куда-нибудь. Погреться в бассейн. Хотя греться еще рановато, потому что погода просто супер. Погода просто... Вот я надела на себя тепленькую, ну такая нормальная, эко-пух. Пуховичок. И практически в пижамке в легкой. Сегодня мы путешествуем снова в Паратонку. Сыпучка. Как я провела отпуск, я сделаю несколько фильмочков. Потом и для себя, для своей памяти. И для вас, родные мои дорогие. И для вас, мои подписчики. Очень рада, что вы со мной. Поехали вперед! Я попала в Бабье лето в Павлодаре. Это Казахстан. Я потом заехала в Улан-Удэ. Попала на Бабье лето. Затем я снова по логистике вернулась в Новосибирск. В Новосибирске немного попала в Бабье лето. И теперь вы видите, да, я попадаю на Камчатку, на Бабье лето. Получается, как бы погода за мной идет. Ай, как классно! Как она обмелела, оказывается. А Вача, оказывается, как мелеет. Все, сезон путина прошла. Но все равно рыбачки на что-то надеются. А с ними вместе и чайки. Классное времяпрепровождение. Вообще просто супер! Я тоже так хочу. Признаюсь вам, я в душе рыбачка. И мне всегда, кстати, везет. Какая красивая осень на Камчатке. Шикарная просто. Невозможно налюбоваться. Хочется прям кататься и кататься по Камчатке, по всей. Как раз и туристов. Я же говорила. Больше туристов сейчас, слеты туристов. А вот и гаишники, ДПСники, кого-то поймали. Я же говорю. Митсубиши Делико. Он у меня обогнал, потому что там... Ну что, сыпучку мы ищем снова по интуиции. Не по картам, а по знакам на дороге. Я помню, мы когда проезжаем, где-то в районе Кречета. Мы сейчас будем внимательно просто смотреть на знаки. С левой стороны, в том же ряду, где огонек, Кречет, там же и сыпучка находится. Так, вот едем, видим Фламинго. Получается, сыпучка дальше. Просто на знак смотри. С левой стороны медленнее можно ехать. Я понимаю, Гелиос, Фламинго. И где-то в районе Кречета. Вот она, сыпучка налево. Налево, налево, все, видим. Налево, вот она, видишь сыпучку? Все, увидели. Отлично. Есть знак. Такой незаметненький, но есть. Среагировать можно. Так, ну, снова по интуиции. Вперед. И только вперед. Одеваться некуда. Наверное, тут-то. Вот она, закрыта. Почему закрыта? Давай посмотрим, пройдем, как бы, не знаю. Может быть, пешком нужно будет идти. В общем, идем по интуиции. Снова я пешочком пройдлю, спрошу. В общем, сыпучка оказалась закрытым бассейном. Она принимает только делегации от правительства. Камчатского края. К сожалению, мы не знали. Ладно, будем считать это небольшой ошибкой. Ну, жаль. Хотя, почему жаль? Это очень даже хорошо, что мы не встретимся с делегациями от администрации, от правительства Камчатского края. Просто поверьте, что это хорошо. Так, меняем, меняем, меняем мы объект сегодняшнего посещения. Едем в тепло земли. Поэтому-то, наверное, сыпучка такой скрытый у них тут. Немножечко. И знак. В общем, закрытая зона. Как интересно. Я даже не знала об этом. Тепло земли находится в термальном. Я там была несколько раз, но очень давно. Надеюсь, ничего не поменялось. Осталось таким же уютненьким бассейном. Вот, как всегда, перекресток налево Паратунка, направо термальный. Едем в термальный. Красивая, красивые красные остановки. Желто-разделительная полоса. Шикарная осень. Люди уже отдохнувшие. А мы только едем. И до упора едем, прям через весь термальный. До конечки сюда ходит 111, получается, автобус. 110-й? Нет, по-моему, 111-й с автовокзала Петропавловска-Камчатского. И он едет через Елизово. Через Елизово. Можно в Елизово сесть на... Там, как он... Такое тоже, типа, место для посадки. Не знаю, я точно. Но я всегда там с автовокзалом ездили. Вот тоже термальный. Такой классный какой-то поселочек. Здесь на базе термальной воды. Практически у каждого есть теплица. Они выращивают помидоры, огурцы местные. Горкиного? Были? Были? А, были, да, точно. Слушай, а здесь, кстати, легче, да, проехать отсюда? Здесь знак есть, Коркино. Онтариус. Онтариус в Онтариусе тоже. Мы были классный Онтариус. Надо съездить как-нибудь туда еще раз. В джакузи. А, это вот баратунга здесь заканчивается и дальше начинается с термальной. Ну, как тебя перекосило, да, термальный? Снесли, демонтаж был? Снесли дома? Будут, видимо, новое что-то ставить. Да, был же дом большой, пятиэтажка. Видимо, демонтировали даже две, по-моему, здесь были. И вот туда сейчас, вот эта конечка, туда едем направо, медвежка, а налево, вот здесь дорога налево вниз съезжает, вот она, мы проехали дорожку. Ничего страшного, этот круг делай. Вот там за вот этим вот зданием направо будет медвежка, а также дорога на ЭПЛРЗ, экспериментальный баратунский, лососево-разводный. Да, там медвежь угол направо. А здесь вот даже знак стоит, вот по этой дорожке хитрое, въезд в тепло земли. Сейчас направо туда, куда вот женщина направляется. Направо и вниз постоянно. Фигнее болгарскими, болгарскими клаксонами. Не надо? Ладно, пусть идет спокойно. Что-то какой-то кирпич стоит, не поняла. Подожди, нет, неужели у них какой-то объезд, другая дорога какая-то есть. Ничего не понимаю, почему они тут поставили здесь? Другая дорога, что ли, какая-то имеется? Подожди, смотри, красная. А, они какую-то другую дорогу тут сделали. Там, нет, 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 там был знак, как проехать. Короче, это здесь раньше так можно было проехать, сейчас уже все. Там знак же был, как проехать. Короче, запутали нас. И на знаки надо внимательно обращать внимание. Не надо ни у каких-то женщин спрашивать, поехали. Сами справимся. Вот там, видимо, она дорога. Чуть раньше я видела там этот знак, но не обратила на него внимания, к сожалению. Может быть, тут нет. Тут тоже нет. Знак был намного раньше. Здесь, видимо, тупиковые гаражи. Знак был раньше. Еще, еще раньше там был такой знак на дороге. Это гаражи, это такие тупиковые дорожки небольшие. Вот этот вот знак, вот здесь, вот скорее всего, вот он спиной к нам. Сейчас, видишь, вот это белое. Скорее всего, это сейчас въезд сюда в тепло-земли. А нет, нет, ошиблись. Вот, да, правильно, знак вот там стоял. Все правильно, едем сюда, скорее всего. Ой, ну тепло-земли, блин, ну как-то сделайте по-другому все это. Сознаю со стрелочками, что сюда. Не пожалеете, поставьте столбиков, потому что, ну, очень тяжело вас искать. Вот они, теплички местные. Вот, у каждого есть тепличка своя. Они выращивают помидорки, огурчики. Не тратят на это никакое неотопление практически круглогодично за счет термальных источников. Вот показался зеленый заборчик. Это как раз и есть к тепло-земли. Прямо-прямо едем? Сюда? Да, да, да. Вот там, вон там же и вход. Вот, такой небольшой, как, вот так, пройти немного сюда. Вот сюда пройти, мы попадем в тепло-земли. Где-нибудь можно возле забора проковаться. Вот он ход. Так, ну вот, приехали мы. Здесь, как всегда, не очень много народу, но что радует? То, что здесь очень часто можно встретить родителей с грудничками. Это означает, что бассейн чистенький и уютненький. Сейчас пойду посмотрю, что там. Ой, как обмелело, ничего себе. Классно как. Блин, а какая вода чистейшая, вы видели. Классно. Так, ну что, пойдемте смотреть. Да, заходи, заходи, не бойся. Бассейн. Все. Чай дела? Да, я взяла, чай все взяла. Чистенько. А, оплата карты нет. А, стомался терминал. Но можно иногда брать с собой карту, имейте в виду. Оплата только наличными сейчас, на данный момент. Но появилась. Раньше не было у вас оплаты карты, кстати. Вот я была где-то год назад или два назад. Так, ну что, разуваемся. Вот такой холл уютненький. Здесь я всегда волосы сушу. Да, разувайся. Здесь я волосы всегда сушу. Фен с собой, правда, сегодня снова не взяла. А тут и не было, да, фена? Точно. И погнали. Я как-то здесь покупала диск с фотографиями камчатскими. Здесь мужская раздевалка, здесь женская. И по обычаю, если никого нет, я покажу вам раздевалку. Ну, похоже, там по звукам кто-то есть, кто-то моется. Пока моются, я по-быстрому вас освещу. Ощущение чистоты. Ощущение чистоты здесь всегда. Немножко влажновато. Открытые шкафчики. Ценные вещи я всегда сдаю в администрацию, к администратору. Просто открытые вот такие ящички. Ну, никто ничего не боится. Народу сегодня мало. Ура. Так, ну все, переоделись. Вперед бассейн смотреть. Ой, классно, как народу вообще нету. Так, ну вот он бассейн. Классно здесь, уютненько. Один всего лишь. Лежаки есть, кстати. Пойду тогда я возьму свое большое покрывальце, чтобы полежать, позагорать еще. Какая прелесть. Все, я взяла свою покрывалку. Здесь я и размещусь. Я ищусь на этом лежачке. Погодка сегодня чудная. Можно позагорать. Я прямо сейчас лягу. Буду наслаждаться солнышком. Мне нравится тепло с земли. Правда, здесь, как в 12-м году еще обещали поменять покрытие. Так и не поменяли, к сожалению. Но вода всегда чистенькая. Я думаю, еще и по причине того, что здесь нет ночных заездов. Понимаете, да? О чем я. То есть здесь нет компаний для ночных всяких разных пьяных гулянок. С лебледями, так сказать. Поэтому вода всегда чистая. И здесь приезжают и с грудничками, и с маленькими детками. Классно. Но сегодня вода не очень горячая. Мы подошли только к самому шлангу, чтобы прочувствовать. И то из шланга где-то максимум плюс, может быть, плюс 50. Соответственно, в бассейне где-то плюс 24, может быть, от силы. Может быть, это для лета и нормально? Можно сюда зимой смело приезжать. Очень чистенько. Уже ближе к 4. Подвезло народу немного. Такой прям бассейн заполнился. На этой приятной нотке я завершаю сегодняшнее видео. Присоединяйтесь к моему каналу. Поездим по Камчатке вместе. Следующий у нас еще не объезжено. Начикинский бассейн. Малки мы еще не съездили. Вот у нас в планах еще туда покататься. Поэтому присоединяйтесь. Буду рада всем. Пишите вопросы. Куда, может быть, есть пожелания у кого-то специально побывать? Может, кому-то мучает ностальгия? Пожалуйста, пишите в личку или в сообщениях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok